В Саратове открылся 28-й Собиновский фестиваль, посвящен он 70-летию Победы. Его название «Музыка войны и мира» оправдывает репертуар. В течение 13 дней со сцены театра опера и балета прозвучат произведения классиков на тему военных действий разных веков. Некоторые из них ранее были неизвестны российской публике. Всего в программе фестиваля 14 спектаклей и концертов, в том числе 7 опер и балетов. На открытии побывала Екатерина Ковальчук. Первая постановка в России сразу же на сцене Саратовского академического театра. Балет Сергея Прокофьева «Стальной скок» был написан классиком в 20-е годы прошлого века. Премьера состоялась через несколько лет в Париже. Несмотря на успех за границей, балет ни разу не был поставлен в России. Спустя 90 лет «Стальной скок» в нашей стране покажут впервые. Премьера 20 мая. Зрители ожидают еще немало сюрпризов, уверяют организаторы фестиваля. Традиция фестиваля – предоставлять публике знакомство с великими произведениями, редко звучащими, очень сложными, требующими масштабного исполнительского коллектива. Произведение Бетховена «Победа Веллингтона в битве при Витории» открывает 28-й Собиновский фестиваль. Сочинение было написано в честь Венского конгресса в 1814 году после разгрома армии Наполеона. Собиновский фестиваль уже давно по праву считается визитной карточкой региона и одним из главных событий театрального сезона. Как руководитель области, я не могу не гордиться, что именно у нас в регионе соревновался узнаваемый во всей стране и за ее пределами культурный бренд. Ежегодное оживление в связи с очередным Собинским фестивалем – это огромный плюс для местной творческой среды. Заключительный галоконцерт фестиваля состоится 31 мая. Он будет посвящен 40-летию творческой деятельности художественного руководителя фестиваля Юрия Кочнева. Екатерина Квальчук, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.